Александр Соломонович Хоханов, грузинский ученый и педагог, профессор грузинской словесности в Лазаревском институте восточных языков в городе Москве, известный ориенталист. Биография Александр Соломонович Хоханов родился в 1866 году в семье грузинского происхождения. Он успешно окончил первую гимназию города Тифлиса и историко-филологический факультет Московского университета, где с 1900 года читал лекции по грузинской истории и литературе в качестве приват-доцента. Главный труд Александра Соломоновича Хоханова очерки по истории грузинской словесности представляет собой обзор памятников устной письменной литературы с древнейших времен до конца XVIII века. Статьи же посвященные Хохановым грузинским писателям XIX века в журналах составят четвертый выпуск очерков первой печатной работы Хоханова на грузинском языке. Следы народной поэзии в грузинской летописи и крепостное право в Грузии до присоединения ее к России выявляет в нем воспитанника Московского университета, ученика профессоров в Эйгерье, П.Г. Виноградова, В.О. Ключевского и Миллера. Строгий историко-критический метод Александр Соломонович Хоханов приложил в разработке источников по введению христианства в Грузии и в монографии. Древнейшие пределы расселения грузин по Малой Азии. Результаты его изысканий по древностям Грузии изложены в археологической экскурсии на Кавказ 1892, 1893 и 1895 года. Из других работах Хоханова, число которых доходит до 80, следует отметить издание «Калилы и Димны, Ульбалвара и Одасафа». Грузинский текст с переводом, отрывков из метафизики и философии грузинского католика Сантония, грузинские дворянские акты, церковные акты или гуджары, каноны Иоанна Постника и правила В.А.И. Вселенского собора, барсово кожа, поэма 12 Руставели Порук, мозг, арх, иностер, дел А.С. Хоханов напечатал на французском языке «Фи», «Псилон», «Сигма», «Йот», «Омикрон», «Лямбда», «Омикрон», «Гамма», «Омикрон», «Сигма», «Энтродакшн», «Джордж», «Хистойор де Джорджи», «Ла Ситуэйшн», «Дэс Арменианс», «Данцлера», «Яум де Джорджи» на немецком языке. Уэбер, Денджи, Генвартиген, Стандер, Грузинишн, Филологи и Грусишес, Брачистак, Эркалилаку, Димнак. Хоханов принимал участие почти во всех кавказских изданиях, среди которых, в частности, «Русские ведомости», «Русская мысль», «Этнографическое обозрение», «Вестник Европы», «Журнал для всех», «Жизнь», «Юридический вестник», «Вестники всемирной истории» и других. Состоял также преподавателем истории русской словесности в московских женских гимназиях, где вел литературные беседы на темы из русской литературы XIX века о способе и результате этих беседок. Хоханов напечатал несколько статей в «Вестен», «Восп» за 1895 и 1899 годы, был одним из авторов энциклопедического словаря Брукгауза и Ефрона. В своих работах неоднократно подчеркивал большое культурно-историческое значение присоединения Грузии к России. Александр Соломонович Хоханов скончался в 1912 году. Источники «Хоханов» Александр Соломонович Энциклопедический словарь Брукгауза и Ефрона 86 тонн СПБ 1890 1907